Казалось бы, простой и понятный вопрос о тех или иных мегалитах или мегасооружениях, которые строила наша цивилизация или иная. Но у меня, конечно, естественный вопрос, что вы имеете в виду, когда произносите слово «цивилизация». Есть целый ряд определений цивилизации по Энгельсу, по Моргану и так далее. Общеизвестная цивилизация – это уровень общественно-экономических связей и отношений. Уровень – это мера. Цивилизация – это исторический хронологический период или цивилизация, скажем, пусть даже мифическая или мифологическая, в результате которой появилась, скажем, акведуки и римское право или датское. Россия в какой цивилизации сейчас живет? Это что, русская цивилизация? Можно так сказать? Или российская цивилизация? Можно так сказать? Нет, конечно, наверное. А существовала советская цивилизация? Да, конечно, существовала. И можно явные отличия, прорывы удачи и неудачи, значимые для всего мира, привести в пример этой цивилизации. Существовала ли прежде русская цивилизация? Конечно, потому что есть вот те самые культурные коды, есть русский язык, есть территория огромная и так далее. Вот иногда я прямо чувствую, что кто-то может подумать или сказать, что я ухожу от того или иного ответа. Но еще раз напомню, друзья мои дорогие, что для этого мы и начали с вами изучать русскую школу русского языка, чтобы мои ответы на ваши вопросы были убедительными, чтобы мы разобрались, что такое родина и отечество, что такое цивилизация, что такое страна или держава, что такое империя. И даже не в этимологическом аспекте, даже не в изводных значениях или там в буквальных написаниях этих слов, а в содержании. А в содержании того или иного значения, которое сегодня очень общо, очень дискретно, очень поверхностно, мы непременно будем про это говорить. Вот точно так же, как сегодня вы можете очень точно, ясно и четко ответить на вопрос, чем отличаются либералы от демократов, социалисты от коммунистов и те и другие друг от друга. Вы можете сказать, кто лучше, а кто хуже, смотря для чего, смотря где, смотря когда, смотря кто – это понятно. А вот чем, в принципе, отличаются эти ордена, ну или пока, скажем, политические, идеологические движения, друг от друга. Важны ли они, нужны ли они, кому, когда, где, зачем и почему. А не понимая этого, как можно осуществлять свои предпочтения. Вот вы что больше любите – есть или пить, я спрошу вас, дышать или спать. Уважаете свои конечности, туловище, голову или внутренность. Ну это, конечно, будут глупые вопросы. Ну вот примерно столь же глупые вопросы, задаваемые по поводу чего бы то ни было. Чего бы то ни было. Вот прямо уже хочется не просто русскую школу русского языка, а вообще просто начальную школу. Начальную школу, чтобы изначально начать разговаривать обо всем на свете русским языком. Ну, конечно же, для начала с русскими людьми. Потому что, если и русские люди будут понимать русский язык, ну, есть большая вероятность, что значение этого языка будут понимать и другие люди, а значит и понимать себя, мир, общечеловеческую систему ценностей, и на основании этого выстраивать уже общие цели, и вырисовывать значимые для большинства мечты и желаемое будущее.